Друзья мои, привет! Добро пожаловать в мой влог. Влог был снят в воскресенье, сегодня уже понедельник, международный женский день, поэтому вот с такими вот необычными кадрами я поздравляю вас с 8 марта. Будьте самыми прекрасными, самыми замечательными, цветущими, и пусть мужчины вас носят на руках. А мы выдвигаемся сегодня в Мерсин, да, мы намылились погулять на море, вот заправили машину и едем, выехали на... сейчас выехали или будем выезжать на платную дорогу. И вроде бы все так замечательно начиналось, и первый день на свободе, и прекрасная погода, вообще замечательно все. Но, когда мы доехали до Мерсина, мы вдруг резко поняли, что Мерсин у нас является другой зоной. Адана желтая пока что, а Мерсин оранжевый. Соответственно, мы вообще большие счастливчики, что нас не остановила полиция, кстати. Вот мы в нем проезжали, нас ни разу не остановила полиция, нас не оштрафовали, штраф, кстати, огромный. И хорошо, что мы не въехали в Мерсин, а вовремя развернулись. Да, кстати, любая зона может в один прекрасный момент поменять цвет. Адана уже стала, кстати, оранжевая. Это говорит о том, что у нас будет один свободный день, это будет суббота. Мы, конечно, не на шутку испугались. Вот, кстати, здесь мы уже едем обратно. Это промышленная зона, здесь очень много фабрики. Я, кстати, как-то вам ее показывала, про нее рассказывала. Это рабочие места для людей, что не может не радовать. Они находятся за чертой города. Кстати, Мерсин огромный портовый город. Вот все эти контейнеры отправятся по назначению. Эти контейнеры будут нагружены всяческими важными товарами. Недаром же я говорю, что для бешеной собаки 100 верст не крюк. Что-то меня укачало от этих покатушек. И все в итоге закончилось с торговым центром. Потому что мы промотались половину времени, естественно, поздно встали. И, естественно, потратили два часа на дорогу туда, куда не надо было ехать. Захотели есть. Несмотря на то, что дома есть суп и вообще есть еда. Но дома же есть скучно. И мы приехали в, как называется, торговый центр? Сифербер-Бурдан. Сифербер-Бурдан. Здесь полно народу. Потому что у нас первое воскресенье на свободе. Надо готовить хэскот. На входе огромная, огромнейшая очередь. Сейчас я вам покажу очередь. Я иду, меня заносят прямо от этих поворотов. Вот, смотрите, очень. Обычно здесь немного народу. Мы на это рассчитывали, но народу все-таки полно. Я очень надеюсь, что здесь все заработало. И можно поесть. Так, это, по-моему, Туко. А-а-а, нет, не все заработало. Он только работает. Значит, мы здесь поедем. Мен-Джи. Сюда отрабили. Это шнёс. Да, Меден-Мэ? Сюда отрабили. У нас целая процедура выбирать столик. Льв-то. Сюда отрабили. так я чуть подобрела меня больше не тошнит после дороги и надо теперь попить кофе чики у нас есть еще один шоколадами лечка чиколотой пасты, очень тяжело барьер, 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 барьер барьер, барьер, барьер барьер, барьер, барьер ядом я Так, я жила окончательно, муж поехал по делам, звал меня вместе с ним, но я, где шнурок развязался, я решила остаться здесь, часок я похожу одна, сейчас зайду, наверное, в Вайкики. Ну и если это действительно настоящее, то это очень круто, немецкие патроны, немецкое оружие, это английские приспособления. Плавно перемещаемся от военной выставки в магазин Вайкики. Ну как вам, девочки, новый сезон? Смотрите, я же Ванга просто предсказывала, что новые коллекции в Вайкики, это будут треники, но уже без начоса, летние треники. Кстати, пыльник вполне себе ничего, но у нас просто нет погоды для него, если честно, цвет красивый, но длина могла бы быть, наверное, подлиннее. Сейчас мы посмотрим, какой размер 46-й, но мне великовато будет, но если принимать во внимание, что все сейчас оверсайз, вот этот вот, у нас такой блестящий ткани. Это псевдо-замша. Мне кажется, классный плащ. 300 лир он стоит. Кстати, в Вайкики всегда есть такой стенд базовых мужских и женских хлопковых свитеров. Сто процентный хлопок. Этот цвет мне понравился. Просто за смешные деньги. 50 лет. Мне кажется, я вас водила, да, сюда. А водила только это было зимой. И зимой здесь стояла елочка. Сейчас елочки нет. Давайте зайдем в Бэймен. Посмотрим, что тут. Неплохие свитера есть, но половина шерсть, половина синтетика со скидкой. Ну, а это магазин Twist с очень неординарной одеждой. Здесь, правда, очень необычные вещи. Они мне нравятся. Но вот так, чтобы прям очень-очень захотелось чего-то купить, у меня ни разу такого не было. Да и народу здесь, честно говоря, вот как вы наблюдаете, не очень много. Но вещи прям такие с претензией, я бы даже сказала, на дизайнерские. Естественно, это не кожа, но по цене кожи. И платится в цветочек, нас не покинут никогда. В вайнере продавцы парфюмерии и косметики преследуют по пятам. Я так понимаю, что они имеют процент продаж, но просто даже дышать невозможно. Вот поэтому я не выдержала и ушла. Это, знаете, такое давление, оно прям чувствуется, даже когда человек молчит рядом с тобой. Как ему хочется продать. Понимаю, ничего такого в этом нет, но что-то выбирать сложно. Так, что у нас здесь? Calvin Klein. По-моему, всё это не кожа. Ну, по ощущениям, не кожа. А вот это, кстати, кожа. У меня есть подобные. 339 замша. Классные. Кстати, они очень мягкие. Им нужно ставить защиту. Доктор Мартинс придумал, а все остальные повторили. Что у нас? Бэймен. А, ещё один бэймен. Давайте сюда зайдём. Это, по-моему, люксовый бэймен, что ли. Да, с люксовыми марками. Так, Saint Laurent. Почём у нас тут? Всего лишь 23 тысячи. CELINE. Классная, кстати, корзинка. Вот это вот собственная марка Бэймен. Они чуть дешевле идут. По-моему, это кожа. Да. Марк Джейкобс. Почём у нас сегодня Марк Джейкобс? Пять четыреста пятьдесят. Ну, подъёмнее, Лорана. Мои любимые плетёные сумки. Вот кем надо вдохновляться. А это что за лукошка Снегурочки? Скидка семьдесят процентов. Классные боты. Слушайте, они, правда, весят десять килограмм, по-моему. Ботега винетта классная. Не понимаю, чем вот такие вот тряпочные ботинки Прада отличаются по качеству от кроссовок Вайкики. Абсолютно такая же тряпка. Такая мода две рубашки скреплять. Но всё же смотрится это как пижамка. Очень любила большие кошельки. А потом я полюбила вот такие вот крошечные. Потому что они вылезают везде. А огромный кошелёк это почти уже клатч. Так, это известный пельмень. Нет, ботеговый нет. Диздорант кристалл. Именно вот этот шариковый, а не сам кристалл. Очень классный. Он без запаха, но запах тела полностью нейтрализирует. Есть подразделение. Вайкики сны. В принципе, очень неплохие пижамы у них. Из хлопка. Вот эти вот с котиками. Как бы немножечко не по вкусу, но есть и простые. Простые чёрные. Вот эта чёрная, она по-моему, хит-продаж. Кажется, её уже все купили, кто мог. Обычная чёрная пижама. Вот так вот, друзья, планировали оказаться на море. А оказались в торговом центре. Честно признаться, я не очень люблю этот торсер. Просто приехали только из Тупко, чтобы поесть. Но по факту он... Ну, H&M здесь нет. Зара здесь нет. Манго здесь нет. Вайкики здесь такой, какой-то же тренноватый. Хотя задумка вот очень крутая. Здесь есть люксовые, мультибрендовые магазины. И, насколько мне известно, они, по-моему, не платят аренду. Есть такая система, что они как бы являются рекламой для того, чтобы люди приезжали сюда и покупали. У меня супруг очень любит её из пола. А мне кажется, это немного такая, ну, как олдскульная одежда. Сейчас он вернётся, мы, наверное, сюда зайдём. Я одна не хочу идти, мне тут немножечко скучновато. Мужская прикольная у них, а женская такая прям совсем олдскульная. Ну, вот смотрите. Серия «Английская леди» вышла на конную прогулку. Я вот иду сейчас к ПТЦ, радуюсь, что наконец-то мы на свободе. Ну, прекрасно отдаю себе отчёт, что это всё очень-очень ненадолго. Я думаю, что это спустя месяцев 4 или 5, наверное, нас опять закроют. Я думаю, что вся эта история с пандемией, конечно же, не закончится в один день. Я думаю, что как минимум ещё год. Пока там то да сё. Ну, собственно, как и прогнозировали. Врачи 2 года – это, собственно говоря, минимум. И поскольку Турция активно готовится к туристам, мы вот сидим на самых строгих мерах. Говорят, что Адана превращается медленно из жёлтой в оранжевую зону. Поэтому я не знаю, что нас ждёт, собственно, в ближайшее время. Ещё был такой слух, я не знаю, насколько это правда, но, по-моему, это правда. Наш мэр, именно города Адана, разрешил работающим на государственной службе женщинам взять выходной 8 марта. И при этом получилась ещё большая дискриминация. Все остальные женщины, которые работают в коммерческой структуре, стали возмущаться. Так, зайдём в МУДО. Люблю я всё это, всю эту фигню ненужную. Сами подпитываться женской энергией Луны. Копаться в ерунде. Ну, а после этого мы уехали из торгового центра и переместились в район Газипаша-Диапаша посмотреть на Злачную улицу. Так, ну что, посмотрим, что у нас тут открылось, наша Злачная улица. Открылось всё. У тебя приближается вечер. Народ выпивает, жаль, что до 9, конечно, только. Вообще, это Ночная улица, но... Народ уже с пивом сидит. Конечно, народу... Конечно, народу... Вот, да, вот здесь есть тоже тука, где мы сегодня ужинали или обедали. Здесь... Здесь очень... Всегда стопотом, потому что здесь вкусно. И коктейли хорошие, алкогольные. Вот, сюда тоже ожил. Я всё равно почему-то Старбакс люблю больше. Вот, сюда очень старое место. Раньше здесь была еда, потом её убрали. И опять развязались шнурки. У меня шнурки развязываются каждые 15 минут.